МИГРАНТОВ Журналисты, аккредитованные при МИД России, педагоги, артисты и некоторые другие категории иностранных работников смогут работать в России без внесения в реестр трудовых мигрантов. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Для отдельных категорий иностранных граждан предусмотрена возможность осуществлять трудовую деятельность без включения в реестр работников, это журналисты, аккредитованные при МИД России, люди, осуществляющие монтажные работы, гастрольную деятельность, творческую, просветительскую либо педагогическую деятельность, приводят ее слова ТАСС. Помимо этого, отметила Казакова, люди, имеющие официальный статус беженца в РФ, будут иметь возможность работать на территории любого российского региона. Также их не коснутся ограничения на профессии для таких работников. Они будут включаться в реестр, но без предоставления единого документа, удостоверяющего личность, полисы медицинского страхования и документов, подтверждающих отсутствие заболеваний, уточнила она. Ранее, 24 февраля, МВД предложило законодательно менять цель въезда в РФ иностранцам в случае их пребывания в стране без выезда. Законопроект также закрепит возможность совмещать несколько целей пребывания. Кроме того, иностранцы, получившие в России убежище или статус участника государственной программы переселения соотечественников, смогут учиться и работать без смены целей пребывания. Законодательная инициатива МВД России проводится в рамках реализации утвержденной президентом России Владимиром Путиным концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Проект закона об условиях въезда, выезда и пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства проходит межведомственное согласование. В декабре 2021 года Валентина Казакова рассказывала, что за три месяца 400 лиц без гражданства получили временные удостоверения и личности в РФ, кроме того, за 11 месяцев года МВД запретила въезд в страну более 160 тысяч иностранных граждан. Это почти на 9 тысяч. Меньше показателя аналогичного периода прошлого года.